Из окна вид на Волгу. Просторная, светлая, трехкомнатная квартира. Именно такую и хотела семья Войцеховских. Ремонт делали сами. Делали так, как хотели. Оно и чувствуется по-другому, когда идешь со службы. Идешь домой. Это уже настоящий дом, свой дом. Придирчиво выбирали и район. В семье трое детей. Старших уже устроили в школу. В двух шагах от дома. Недешевое приобретение не ударило по семейному бюджету. Деньги на квартиру, субсидии от Министерства обороны. Руслан Войцеховский в вооруженных силах служит больше 20 лет. И в запас не торопится. Надо еще детей на ноги поставить. Без крыши над головой не останется ни один солдат или офицер. Только в этом году в Самарской области жилье, включая служебное, получили больше 800 семей. Есть выбор. Либо переехать в готовую квартиру, либо стать участником военной ипотеки. А ее можно оформить уже через три года службы. Либо приобрести квартиру самому на субсидии. Он сам выбирает квартира, либо жилищная субсидия. Если военнослужащий выбирает квартиру в том или ином населенном пункте, то все зависит от скорости, с которой он предоставит нам документы. Конкретный пример. У меня был один военнослужащий в начале этого года. В так называемой очереди, если это можно так сказать, он состоял ровно 43 дня. Самый популярный вариант – жилищные субсидии. Учитывая, что в среднем на покупку квартиры военные получают около 6 миллионов рублей. Сумма зависит от состава семьи и срока службы. За пять лет собственные квартиры получили больше двух тысяч военнослужащих из Самарской области. И сейчас можно говорить о том, что очереди как таковой на получение жилья уже и не существует. И причем не приходится довольствоваться тем, что дадут. Каждый военный и его семья могут выбрать ту квартиру, о которой мечтали. Определиться с домом, этажом, планировкой, метражом. Исправить новоселье достойно защитника Отечества. Марина Кравцова, Максим Гузев. События.